Настоящий рок-фестиваль на паркете КРК Нагорный. Хиты культовых исполнителей на фоне баскетбола, выступления группы поддержки, долгожданное возвращение трюльника и появление на скамейке запасных БКНН юного болельщика. Все это про матч баскетбольного клуба Нижний Новгород против подмосковных Химок. Руководство и сотрудники черно-белой команды создали на матче зажигательную атмосферу, а мини-ННГерс заводят зрителей танцами. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Юный болельщик БКНН получил поистине уникальную возможность посмотреть матч любимой команды на ее же скамейке запасных вместе с игроками и послушать все тренерские установки. Это не знаю, я не знаю, как это описать эмоции. Просто прикольно очень, что рядом с тобой сидят игроки, то есть ты смотришь, какие у них эмоции. Это случилось благодаря благотворительной ярмарке «День добра», которая проходила в магазине «Керамиса». Лот был выкуплен за 100 тысяч рублей. Все средства отправят на помощь детям с расстройствами аутистического спектра, онкобольным детям и детям без родителей. Всего же лишь за день проведения ярмарка «День добра» собрала более 850 тысяч рублей. И деньги до сих пор продолжают поступать. Почему мы заинтересовались именно этим предложением? Сын хотел пойти на баскетбол, и все совпало. Супруга увидела, и мы купили это место. То есть его желание пойти на баскетбол и наше желание как семьи участвовать в лечении детишек. В третьем перерыве обладателю уникального лота еще и выпал шанс получить сезонный абонемент в фитнес-клуб. Это ежематчевая акция баскетбольного клуба. Нужно лишь попасть в кольцо. И Дима попал. А вот что больше всего ждали болельщики баскетбольного клуба «Нижний Новгород», так это появление трюльника, талисмана команды. Он вернулся и вернулся феерично. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» и дальше планирует проводить такие шоу. На одном из последних домашних матчей в этом году черно-белые проведут новогоднюю благотворительную вечеринку, все средства от которой пойдут на помощь детям. Артемий Котков, Ренат Бигбаев. Время новостей.